Здравствуйте, друзья! Дмитрий пишет, можно ли верить фактам, указанным в апокрифах? Я не знаю, что вы имеете в виду. Апокрифы в целом, они и потому и апокрифы, что Церковь в течение нескольких столетий, в период формирования канона священных книг, занималась просеиванием и отделением песка от золота и зерен от плевел. Апокрифы – это книги ложноподписанные или книги, претендующие на то, чтобы иметь авторство того, кем они названы, например, Апокалипсис Моисея или Евангелие Фомы или Евангелие Марии, но по своему внутреннему достоинству они Церковью признаны не такими, какими они себя сами называют. И там не все ложь и не все зло. Но там могут быть какие-то гностические идеи, например, в период возникновения борьбы с гностиками, там могло прокраситься что-то такое. Это была очень распространенная широкая письменность при отсутствии каковой цензуры. И это была сложнейшая духовно-филологическая задача для Церкви. То есть Церковь должна была заниматься текстологией, филологией в Духе Божьем, понимать, какой текст написан под действием Духа Святого, какой текст имеет претензию на это, но не дотягивает до этого. Некоторые вещи у нас вошли, например, Павел, например, говорит, что, ссылаясь на Господа, что Господь наш сказал, что блажение более давать, нежели принимать. Где Павел это слышал? От кого? То есть этого мы в книгах не читаем. Мы соглашаемся с Павлом, да, действительно, блажение тут дает, нежели кто-то принимает. Но где он это нашел? В каких текстах? От кого-то слышал или где-то прочел? Поэтому там есть разные такие расхожие выражения, дескать, там, вот Христос говорит, там, поднимите камень, и я там, там, возьмите вот это, там, что я там, или там, когда внешнее будет как внутреннее, а муж и жена как одно, а там, что таких, что-то там, то я близко, там, допустим, там, или кто вблизи меня, тот вблизи огня. То есть есть целый набор таких выражений, которые приписываются Господу Иисусу Христу, но мы не находим их в канонических евангелиях, и церковь еще тогда, еще столетиями, занимаясь этой проблемой, говорила нам, что эти книги в храме читать на богослужении нельзя. А можно ли их читать в домах? Надо разобраться. То есть там большинство, то есть нет, например, там есть такие книги, которые, например, раньше читались на богослужении, а потом были выведены из корпуса чтения, например, книга «Пастырь» Ерма. Это не апокриф, это то, что и есть. Это некий Ерм, римский гражданин, пастух, получил ряд откровений о судьбе церкви. Значит, она была как священное писание, а потом была выведена. Я думаю, что единственная тематика апокрифическая, которая в церковь вошла, это Евангелие детства. Евангелие детства Иисуса. Может быть, это Евангелие Якова, так называемое, где вот мы знаем, откуда мы берем, значит, моменты зачатия Акима и Анны, Акима и Анны Марии Богородицы, введения во храм. Вот эти вещи, они плотно вошли в сознание церковное, не имея основания в библейских текстах. Основания для них взяты из прото-евангелия Якова. Причем Евангелие детства, прошу прощения, оно не читается, не цитируется. Прото-евангелие Якова тоже не читается, не цитируется. Оно именно составляет костяк преданий в части праздников, связанных с Богоматерью и ее родителями. Вот, вот, зачатие Девы Марии и Акима Анны, Анни на зачатие, введение во храм. Вот эти вещи, они основываются на апокрифе. То есть это вера церкви, даже так, скажем так, это не основывается на апокрифе, а это вера церкви, то есть это правда, для которой нет текстуального обоснования в книгах священного писания. Вот так скажем. В остальном это море апокрифической литературы, очень интересное, может быть, для филологов, для историков, религиозной жизни первого, второго, третьего, четвертого веков. Я помню, в советское время, когда еще нельзя было купить Евангелие, просто не продавали, апокрифическую литературу продавали. Были такие сборники, где можно было познакомиться с Евангелием Марии, с Евангелием Фомы. Ну, конечно, когда потом человек получал в руки подлинно Слово Божие, он внутренним чутьем, он понимал, что это совершенно разные вещи. Ну, это то, что надо посмотреть, понять, что это, и в сторону, потому что практическое пользование приносит. За исключением, повторяю, того, что касается детства Богоматери, ряда событий с ее жизнью, чего нет в Евангелии. То в Евангелии говорит только уже о благовещении Пресвятой Богородице, и о ее стоянии под кресте, о ее следовании за сыном, о ее негом первенствовании в ранней церкви, то есть по вознесении ее сыном. Остальные события тоже не описывают. Успение тоже не имеет библейского под собой обоснования, хотя это правда Божия, и Гефсимания имеет в себе пустой гроб Пресвятой Девы с гробами Иосифа, Акима и Анны. В общем, источник веры – это Писание и Придание. И целым рядом вещей мы пользуемся в Придании, из Придания, например, таким, как Крестное Знамение. Куда не попадешь, как бы, христианским взглядом в историю и в современность, везде верующие в Иисуса, в Знаменнуюся Крестным Знаменем. Но нигде в Библии не говорится о том, что это нужно делать. Это апостольское предание, не зафиксированное Библией. Так что, пожалуй, вот эта оговорка очень нужна по части праздников Ведения, Анниного Зачатия и прочее. Здесь мы руководствуемся преданием, не имея Писаний. «В сети набирают популярность и новые видео от разных свидетелей. В Почаевской лавре во время ночной службы пролетают по небу, залетая прямо в церковь белые сущности, а чётливо видны образы ангела. Увиденное произвело сильное впечатление, и как на это реагировать?» Саша пишет. Хорошо реагировать, спокойно реагировать. Таких вещей вообще бывает довольно много суммарно. На Афоне в Пантелиновском монастыре есть место, где уже, по-моему, в 20 веке, где-то лет 100 назад, начале 20 века, было зафиксировано фотокамерой явление Пресвятой Богородицы. Причём монахи её не видели, а когда их фотографировали, значит, эта плёнка отпечатлела присутствие некой госпожи, такой почтенной дамы, такой женщины. Каких больше на Афоне нету. Только нога Дева Марии ступает на эту гору. Там только мужчины, монахи, там нет женщин уже тысячу лет, а то и больше. Значит, так что есть какие-то вещи такие, которые... Я помню, в одном из египетских городов несколько дней на Гахамаде, кажется, такое там было просто явление Девы над крестом местного храма, так что её видели все, и местная мусульманская община, и местная иудейская община. Это было вообще настолько большим потрясением, что в течение часов длилось о каком-то светоэффекте, или о каком-то фокусе, что ли, или о каком-то массовом психозе. То есть вообще речи не могло быть. Там было после этого написано совместное заявление всех конфессий, которые были участниками этого события, видели это всё. Что мы все видели, там какие-то там епископы, священники простыми, они там в большом числе, что Дева Мария вот была, явилась. И там было великое торжество христиан. Я сам разговаривал с христианами Египта, и он так говорит, что мусульмане знают, что у нас правда. У них же тоже есть глаза, они же видели, что вот к нам Матерь Господа нашего Иисуса Христа, она зримо является. То есть такие события, они возможны, нельзя сомневаться в их возможности. Кстати, тогда вот в этом египетском явлении, там, это самая поразительная вещь во всех любых явлениях, это когда иудеи принимают христианство. Потому что обычно степень упертости, или степень такой закрытости для вторжения новых смыслов, у представителей иудейской религии она максимальная. Потому что у них вся их история воспитана на приказе Божиим оградить себя от всех чужих. То есть вот надо выстроить такой твердый барьер такой между собой и чужими, не смешиваться с ними. Это было прямо строжайшее повеление. У них вся история прошла в попытке отгородиться. Поэтому они с большущим трудом интересуются чужим, принимают чужое, то, что считают чужим. И тем более переходят в христианство, которое для некоторых представителей иудаизма ненавистно. Более всего на свете. И там вот люди смотрят, говорят, принимают христианство. Говорят, все, я верующий. Раньше я там думал, слышал, теперь я вижу, что-то буду сомневаться. Так что в Святой Почаевской лавре тоже может быть любое чудо. Есть же там, если вы там были, например, то вы могли видеть там костыли разных эпох, когда люди на костылях приходили в лавру, а уходили из без костылей. То есть эти костыли там прямо находятся в память роду родов, для того, чтобы мы знали, что там совершаются чудеса. И туда специально сносят, свозят там больных, там колясочников, там расслабленных, парализованных, параличных. И не все, безусловно, что исцеление – это такое дело, тут Бога не заставишь. Но исцеляются люди. И явления различные происходят. Поэтому я лично не видел еще то, что вы говорите, но у меня нет сомнений, что может быть любое явление. А когда, знаете, например, представьте себе гораздо меньшее чудо, например, когда вы, например, выходите, епископ проповедовать в праздник. И воодушевленно, светлым голосом, радостно благовествует, например, какую-нибудь тайну Божию. И вдруг в храм залетает голубь и садится ему на плечо. Не улетает, он продолжает говорить, как бы, думаю, ничего себе такое. А такое, например, увидеть – это ничуть не меньше, чем увидеть ангела. Или, например, дождище льет, как бы, значит, за окном, и вдруг крестный ход, как бы, выходит из ворота, говорит, пойдем все-таки, выйдем на крестный ход. И вдруг он прекращается, как будто воду выключили. И сильнейшее солнце начинается такое веселое, яркое такое, значит, такое, ну, как это иначе воспринимать? Так что все, что хочешь, может быть, в сию секунду, а тем более в таких местах, как Лавра-Почаевская. Поэтому по деталям у меня информации нет, но нет сомнения, что Господь может поддерживать различными чудесными событиями веру своих гонимых учеников, рабов, служителей. Почаевская Лавра, она находится на пике противостояний с врагами православия. И там постоянно монахи же чувствуют себя, как бы, значит, как под прицелом. Их нужно как-то поддерживать и укреплять. Они в этом нуждаются больше других. Нет в этом сомнений. Да, Иван пишет, скоро в армию. Как мне там вести духовную жизнь? Творить утреннее и вечернее правило? Соблюдать посты, ходить в церковь. Это будет сильно зависеть, дорогой Иван, от твоего командира непосредственно, от его отношения к этому церковному практическому вопросу. Может быть, у вас в подразделении будет своя церковь, потому что у нас в частях и соединениях очень многих в академиях и училищах военных есть капитально построенные или домовые храмы. Может быть, даже во всех уже больших войсковых соединениях, в частях, гарнизонах есть храмы. То есть этой статистики просто мне нет, но я лично знаю, что есть огромное количество. Есть такое прям военное духовенство, которое занимается окормлением военнослужащих, их семей, как правило, состоящее из бывших кадровых военных. То есть у меня служил человек на флоте, он потом будет с флотскими работать, и флотские будут верить ему как своему, потому что он знает, что такое флотская служба. Так же бывает и с десантниками, и с артиллеристами совсем. Поэтому вопрос, куда вы попадете. Что касается постов, то здесь на вас, с вас на время службы снимается необходимость поститься, потому что вы будете совершенно несвободны в выборе своего рациона. Черпак норма, пришел, съел, и забудьте здесь разбирать пищу. Ешьте то, что вам дали, и успокойтесь. Тут с вас ничего не требуется в данном случае. Еще со времен Петра Первого, еще в имперской, в общем-то, христианской, царской России, посты в армии были серьезно ослаблены, а кое-где совсем отменены с точки зрения физического поддержания телесной крепости в солдатах и матросах. Так что с постом проблем нет. Иметь с собой молитвенничек небольшой надо. Получится ли каждый раз читать молитвы? Не каждый раз получится. Может быть, придется лечь под одеяло после команды отбоя, под одеялом прочитать три раза «Очинаш», три раза «Богородица». Молиться надо будет в процессе жизни. Будешь метлой мести – молись. Будешь оружие очистить – молись. Будешь ложишься спать – помолись, уже лежа. Утром, когда крик «Ротоподъем», скажи «Господи, помилуй». Так надо будет молиться. Будешь сапоги одевать или берца, молись там «Стопы моя на праве посла виси твоему». То есть нужно будет молиться постоянно, коротко, в зависимости от случая. Вот так молиться придется. Будет ли возможность просто встать и помолиться? Это не знаю, неизвестно. Будут ли там еще верующие сослуживцы? Не будут ли тебе мешать командиры или бойцы такие, как ты, смеяться, там, вот так отвлекать? Это нужно будет смотреть по ситуации. В увольнении, если храма не будет в части, ты можешь ходить в храм, и любой священник будет вникать в твою ситуацию, потому что тебе нельзя предъявлять нормы и требования, предъявляемые к обычному человеку. И надо будет служить так, чтобы тебя пускали в увольнение и ходить в храм ближайший, который находится возле вашей части. Это наверняка будет можно. Ну, а так вообще служить, что там, годик? Годик он такой быстрый. Так что поступать нужно будет, Иван, по ситуации. И службу воспринять, как такую божию, такую эпитемью, такой необычный период, более тяжелый, чем все остальное, без мамы, без родных, с начальниками над тобой, с строгой жизнью. Это надо воспринять все как такую полумонастырскую школу. Потом обычно с таких людей получаются хорошие, такие уже закаленные христиане, дай бог. Сначала мудрость нужна, потом все остальное получится. А есть вообще такие части, которые состоят только из христиан. То есть у нас такой опыт был в Российской Федерации, и он апробирован. То есть есть такие специально набранные части из тех, кто верует. У них постоянно там молитва, там все, утром, вечером. Ну, тебе тут вряд ли туда попадешь, их не так много. Гораздо больше есть возможность, вероятность велика, что в твоем подразделении будет храм. Или священник будет время от времени туда приходить. Такова вероятность очень велика. Бабушке 87 лет. Прабабушке. Плохо себя чувствует. Говорит, зиму не переживу. Очень хочется, чтобы она отошла в мир иной с исповедью и причастием. Она отмахивается рукой и говорит, когда будут хоронить, пусть священник отпоет. Ну, священник отпоет, слава богу, да, хоть это желание выражается. Ну что ж, ну пусть будет так. Конечно, правильно ваше желание, чтобы вот он будет, например, петь там «Со святыми упокой Христе». Да пусть живет старушка, но если вот это случится, да, он будет петь священник. Священника позовут, послушала, что она хотела. Будет петь «Со святыми упокой Христе души, усопшей рабы твоей». И надо, чтобы в этих словах была уверенность, что так и будет, что она упокоится, бабулька, со святыми, что она стремилась туда и хотела быть с ними, то есть она стремилась к Христу и быть со всеми святыми. Что вообще не бывает, или бывает в исключительных редко случаях, по каким-то тайным причинам, нам не всегда понятно. Как правило, это нужно именно через очищение совести, покаяние, примирение со всеми, и принятие святых тайн. Это очень желательно. Наверное, Диас, вопрос задал человек, который назвал себя Диасом. Наверное, Диасом, это, может, вряд ли ваше имя, хотя кто знает, может, ваше имя. Очевидно, вам придется молиться Богу о вашей бабушке, прабабушке, чтобы она сподобилась предсмертного причащения. Это очень важно. Христианская кончина жизни нашей, безболезненной, непостыдной, мирной, и святых тайн причастны, еще можно добавить сюда. Значит, у Господа просим. Это очень важно. Давайте молитесь вы об этом. Иногда, знаете, человек... Слушайте, бывают такие случаи совершенно уникальные, которые вообще нельзя выдумать, нельзя. Когда, например, вот военный там один у меня на памяти был в большом чине, куда там не меньше полковника, кажется, и он сильно разболелся, он был такой уперт, не желающий ничего знать про церковные все дела. Никакой там исподи, что вы, о чем вы? Никакого причастия. И он болел и уже не разговаривал. И лежал, уже ждали, что со дня на день там отойдет душа. Вдруг он садится, говорит, срочно, священник, срочно, что там, что с ним произошло, он так и не так толком не рассказал. Ну, что-то его прям подбросило на кровать. Он говорит, срочно, батюшка, сюда, на исповедь. Так у него еще были какие-то проблемы с горлом, что он уже почти не ел пищу. Но он смог и поисповедаться, и причастие принял, проглотил. Вот. И потом ближайшее время после этого скончался. Что там было такое? Какое-то грозное образумление, какое-то страшное, или наоборот, какое-то радостное такое предсказание, что-то. Но что-то такое произошло в его душе, когда уже все считали, что уже... Поэтому у нас нет уверенности, как будет вести себя прабабушка ваша. Но вполне возможно, что и она скажет, вдруг скажет, внучек, бегом в храм за попом, за причастием, хочу причаститься. Вот такое возможно. Но надо помолиться, наверное, чтобы это произошло. Давайте. Вы же там самые близкие к ней люди. Что символизирует кадила? Какой духовный смысл в каждении на богослужениях? Хороший такой вопрос. Смотрите. Поскольку я его заранее прочел, минут за 15, за 10, да, то я нашел как раз специально. Книга «Исход», 30-я глава. Описание. «Сделай жертвенник для приношения курений. Из дерева сетим сделай его». И там описывается, как его делать. «Поставь его перед завесой, которая перед ковчегом откровения. На нем Аарон будет курить благовонным курением». То есть смолы благовонные будут на угли бросаться с тем, чтобы поднимался от них дым кождение с приятным запахом. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. То есть храмовое богослужение Ветхозаветной Церкви среди всех своих обрядовых сложностей непременно предполагало возношение Богу кодильного фимиама. Кроме того, есть псалмы, в которых кождение связывается с молитвой. Например, в одном из псалмов поется «Да исправится молитва моя, как кодила пред тобою». То есть происходит такой параллелизм между этим благовонным подниманием дыма вверх и возношением молитвных слов Господу Богу. И как мне приятно, например, обонять, или вам приятно обонять какой-то приятный запах, запах благовония, так мы надеемся, что Господь примет это благовонное курение. «Прими от нас благодарение, как благовонное курение», поется в гимне Хераскова «Коль славен наш Господь в Сионе». Это неофициальный гимн Российской империи. Его отбивали куранты на Кремле. «Коль славен наш Господь в Сионе». Не может изъяснить язык. Значит, вот это «Прими от нас благодарение, как благовонное курение». Так что в ветхозаветной традиции нет никакого сомнения в том, что нужно кодить, нужно соединять свою молитву с кождением, потому что это приятное приношение Господу. Что касается дальнейшей истории церкви, то кождение было распространено и в языческом мире. И язычники чтили своих богов тоже кождением. Когда христиан приводили к необходимости, например, отречься, когда их заставляли отрекаться, то им предлагалось в качестве отречения всего-то навсего бросить несколько зернышек Ладана, например, на жертву никакого-нибудь бога или гения императора, или какое-нибудь местное божество. Христиане категорически отказывались это делать. И те, которые это делали, попадали в разряд падших, то есть людей, которые изменили Иисусу Христу. Ибо в сознании церкви Иисус – единственный царь, которому подобает хвала и честь и поклонение, а служение другим богам – это духовное прелюбодеяние. Поэтому в ранней церкви кождение не было. Оно слишком ассоциировалось с языческими жертвоприношениями, существующими повсюду. А постепенно, когда язычество вытеснялось распространяющимся христианством, христиане добавляли в свой христианский культ уже эту старозаветную практику, которая уже не ассоциировалась у них с язычниками, которых уже не было вокруг, то есть или они не совершали уже своих пышных церемоний. А оно уже ассоциировалось именно с ветхозаветным откровением, когда священство в одеждах специальных и так далее, специальными орудиями кождение, это кодильница, они могут иметь разные формы. Есть домашние кодильницы, которые здесь на руке лежат, которыми, допустим, можно кодить в домах своих. Кодил довольно много разных форм. Как правило, это диаконский атрибут, у диакона оно есть, и он кодит в определенные моменты службы. Кодит он алтарь людей обязательно, предстоящего священника, кождение совершается в сторону и в честь евхаристических даров. То есть в каждом случае это благовонная жертва, имеющая внутреннее такое тождество, соответствие молитве, чистой молитве верных людей. То есть когда оно приносится Богу, оно свято, и оно становится идолослужением, когда приносится не Богу, а кому-нибудь, значит, за пределами церковного бытия. Например, если люди едут, допустим, в Таиланд, например, в Лаос, в Камбоджу, куда-нибудь туда, в Юго-Восточную Азию туда, и там они попадают, например, у них кругом кумирни, разные какие-то там всякие, какой-то слоненок священный, какой-то Будда сидящий, какие-то всякие разные, какие-то эти боги, статуи разные, и там курятся такие сандаловые палочки, или какие-то благовонные курения. И наши люди с крестиками, христиане там, жертвуют там какие-то деньги, значит, там, и ставят там эти палочки, воскуряют их в честь каких-то богов. Это настоящее идолослужение. Человек может не знать этого, но в это время он отпадает от церкви, совершает внутреннее, серьезнейшее духовное падение. Он служит богам, которые не боги. А там нам пишется в Писании, что «вси бози язык бесови, а Господь небеса сотвори». Поэтому вот в этом смысле каждение превращается в идолослужение. Если же оно посвящается воскресшему Иисусу или святым Божиим, которые в Иисусе прославлены и включено в христианское богослужение, то оно уместно и в соответствии со сказанным, повторяю, это 30-я глава книги Исхода, здесь оно впервые упоминается кождение именно фимиамам. Надеюсь, что мы разобрались с тем вопросом. Евангелие толкует разные святые отцы. Я не могу понять, какую я читать. Одну и ту же суть они передают просто по-разному. Или каждый по-разному истолковывает, как он это видит. Есть ли сходство в толковании всех святых отцов? Понимаете, когда два человека делают одно и то же, получается не одно и то же. И евангелисты, вот эти у нас и три синоптика, Матфей, Марк и Лука, они говорят, в принципе, почти одно и то же. Но в некоторых местах не одно и то же. Потому что такова вообще природа людей, когда одно и то же событие. Будет видеть, например, четыре человека, то они потом опишут его. Не совсем похожие в деталях. Все отцы тождественны в главном. То есть, смотрите, воскрес Христос или не воскрес, в этом нет споров у отцов. Иисус Христос – победитель смерти. Он царь или не царь? Царь. Царь небесный. За человеколюбие на земле явившийся. Он от девы родился? От девы. Как звать деву? Мария. От семени Давидова. Избранная для мужа именем Иосиф. Тоже из колена Давидова. Что еще? Родился в Вифлееме. Почему? Потому-то, потому-то. Здесь все отцы одинаковые. Исполнил пророчества. Какие? Такие, такие, такие. То есть, это тождество. А уже дальше, там, где мы, например, касаемся таких тонких предметов, почему, например, Христос воскресил четверодневного Лазаря, вот именно дождавшись его уже трупного гниения, а не сразу, не раньше. Здесь может один сказать это, другой это, третий это. Но это уже кому Бог дал больше, тот больше уже вынимает из евангельских текстов. В силу личного опыта, в силу знания текста, в силу начитанности в Библии, в силу, значит, каких-то там личных откровений, которые получил от Господа. Поэтому читать их, они должны быть разными. Вы представьте себе, что это был бы за ужас. Тогда не нужно нам много отцов. Пусть будет один, например, какой-то отец. Ну, какой-нибудь, допустим, там, условно говоря, какой-то Василий Великий. Ну, их хватит, больше пусть не будет ни одного. Нет, так не должно. Они как раз, их очень много. И очень интересно, что они, например, в отношении каких-то практических дисциплин говорят несколько разные вещи. Один говорит там, если человек согрешит, там, нужно, чтобы он каялся вот столько. Второй говорит, нет, я не согласен. Нужно, чтобы вот так поступить с ним. А третий что-нибудь еще, третий скажет. И это будут хорошие консенсы, надо достигать консенсуса в этих разночтениях. Но в главном они одинаковые. А главное – это Евангелие. Это пришествие в мир согласно пророчествам Господа Иисуса Христа, исполнение им всего, значит, касающегося служения Мессии, его крестная мука, его погребение и воскресение, его восшествие на небеса, ожидание во второе пришествие, основание церкви им, и бытие церкви, как богочеловеческий факт. В этом всем нету отцов разницы. Они могут различаться именно в деталях. Как молиться, как часто причащаться, значит, какие нюансы там он замечает, почему там волхвы пришли там, и сколько, и какие они были там. Все одной национальности там, или они были представителями трех рас человеческих там. Об этом можно идти, допустим, там уже много. В этом, собственно, красота. В этом красота, допустим, как и ветхозаветная мысль богословская, они же читают один и тот же текст, но, допустим, там какой-то раби, там Шимон Бензакай, например, там говорит, то это вот значит так-то, так-то, так-то. Второй говорит там, ну, может быть и так, но я вот прочел вот это, и я понял, что здесь сказано вот об этом, этом, этом. И со временем, как бы, таких комментариев набирается огромное количество, они все интересные. Они погружают тебя в целый океан знаний, где нужно действительно там выбирать необходимое по случаю, там, значит, более подходящее, там, или есть отцы отцов, есть такие отцы, у которых все отцы учатся, допустим, Блаженный Августин, там, или Григорий Палама, учителя благодати. Так что, к счастью нашему, мир веры разнообразен, и в нем нет, как бы, такого духовного солдафонства. И есть такая фраза расхожая, дескать, отцы уже сказали все, что эпоха отцов закончилась, и уже нет отцов в церкви, и уже все сказано, надо только читать то, что было раньше написано. Это неправда. Пока церковь жива, никогда еще ничего все, то есть все, не сказано. Все будет сказано, когда уже закончится история мира. То есть церковь продолжает жить в творчестве, и сегодня появляются великие отцы, без сомнения, творчество, которых нужно изучить, они по именам известны, они могут быть в Румынии, в Греции, у нас в России, в Молдавии, скажем там, в Африке. Это реальные богословы, которые по-новому прочитывают Евангелие в реальностях 21 века. Уже когда по небу летают самолеты, как бы над ухом гремят поезда. То, чего не было ни в первом, ни в втором, ни в третьем, ни в пятом веке. То есть они совершенно в новых реалиях. Церковь постоянно обращается и к творчеству отцов, и к священному откровению. И это будет до самого страшного суда. Так надо. Никогда нельзя говорить, что все уже сказано. Это ложь. Не может быть все сказано, если история продолжается. И откровение продолжается. Так что такие вот дела, уважаемый Алексей. У отцов нужно брать, кстати говоря, скорее метод, чем букву. Уже была такая пословица в средние века, что у авторитета нос из воска. Куда хочет, туда можно говорить, а вот он здесь так, а он здесь так. Но бывает, для хитреца там найдется много поводов, так сказать. Но у отцов нужно брать метод. Они пытались понять и истолковать жизненное писание в духе писания. То есть проникаясь именно духом сказанного. Через личный подвиг, через покаяние, через молитву, через исполнение написанного, через практику. Вот эти методологические подходы у них чрезвычайно важны. При том, что это очень интересно, что они действительно по-разному освещают те или иные события евангельской истории. Это очень интересно, кстати. Не могу оторваться от вашего вопроса. Допустим, вот смотрите, когда Христос воскрес, и чудесная ловля рыбы была на озере Гениссорецком, и поймали, там написано, 153 рыбы. То есть не представляете, какое разнообразие толкований на это 153. Почему 153? Почему не 280? Вообще, зачем их было считать, эти рыбы? И вот, например, Ефрем Сирин говорит, что 153 указывает нам на число псалмов. Там 151, там плюс 2 утраченных, допустим. А один говорит, а столько рыбы, столько сортов рыбы вообще существует в Гениссорецком озере. Другой из отцов говорит. И поэтому они все устремились как бы туда, в эту сетку, чтобы Господу угодить. А, допустим, там еще один толкователь говорит, а это они разложены были на 50, 50, 50 и 3. И это означало, что, значит, в ранней эпоху церкви как бы, значит, все спасались, а в среднюю там половину, а в конце будет очень мало христиан. Он так об этом говорит. А Блаженный Августин вообще говорит, что 153 это сумма натуральных чисел от 1 до 17. То есть 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 16, плюс 17 равно 153. Как он это нашел? Надо же так догадался. А потом уже это 17, он говорит, а 17 разлагается на 10 плюс 7. 10 это 10 старозаветных заповедей, а 7 это 7 дару Святого Духа. И там у него вообще начинается такая феерия таких богословских мыслей. И на эту вот 153 рыбы у отцов, например, например, у отцов есть там около 25 или 40 толкований. Это же интересно все. И, скорее всего, они все правы. Или там вот женщина, помазывающая ноги миром, там кто она, что она, там и так далее, ее историю, там и почему пришла, и что это было. Значит, и там тоже, и так по каждому пункту. Это очень интересно. А в главном у них единство. Евгений пишет, вы часто цитируете Розанова, у святого Иоанна Кронштадтского нашел запись в предсмертном дневеке о нем, 15 августа 1908 года. Господи, запечатлей уста из суши пишущую руку у Василия Розанова, глаголящего неправильную хулу на всероссийский киевский съезд миссионеров. Я так понял, что отец Иоанн неодобрительно отзывался о деятельности Розанова. Да, святой и праведный Иоанн Кронштадтский, ныне живущий на небесах, лучший священник православной церкви российской, лучший всех ее эпох, плохо относился, мягко говоря, к Розанову, впрочем, также и к Толстому, то есть он, в дневниках, там можно встретить его пожелания разных наказаний для богохульствующего графа, но это лишь говорит нам о том, что совершенство совершенных несовершенно, то есть лицом к лицу было трудно, то есть Иоанн Кронштадтский богоносец, он реальный богопросвещенный человек, но и от него может быть закрыто что-то вот в условиях исторических, он может, как бы, значит, не все понять и как бы тоже очень важная тема, если нам кажется, что святые знают все, то мы ошибаемся, святые не знают все и не могут знать все люди, даже святые, потому что все знает только Бог, и Богу не угодно открывать людям все, то есть люди должны учиться друг у друга, там, вникать, заблуждаться иногда, чтобы смириться. Да, то есть для меня это не является проблемой, потому что сам Розанов был непонятен в свое время, это был, для одних какой-то очень странный человек, для других это был самый гениальный человек своего времени, а вот на удалении, на удалении мы теперь видим вот вклад Розанова в русскую культуру, он совершенно уникальный, Розанов реально гениальнее всех тех, с кем он общался, гениальнее и Толстого, и Горького, и Мережковских, там, значит, ну, Горький, вернее, там, с другой, боку припек, там, и Мережковских, там, скажем, там, и Соловьева, например, совершенно титанического философа религиозного Владимира Сергеевича Соловьева, Розанов гениальнее всех на три головы, это, ну, по моему ощущению, например, по мнению многих его исследователей, он парадоксальный, он, он, он юродивый русской философии, понимаете, он юродствовал, а юродивого нужно не любить, юродивого нужно бить, нужно гнать, юродивого не надо понимать, при жизни юродивого не понимают, и Розанова никто не понимал при жизни, его считали юдофобом, половым развратником, певцом семейных будуаров, там, любителем, там, не знаю, там, наваристых щей, как бы, значит, и парадоксально бессовестным писателем, а на самом деле у него было только две темы в жизни, бог и семья, больше ничего его не интересовало, и он критиковал современную действительность российскую, но любил царя и любил церковь, своей устранную любовью, но он молился, он странно умирал, но он умер под покровом преподобного Сергия в лавре, короче, вот это вот столкновение великих, оно в данном случае отчасти объясняется тем, что Розанова юродивая русская философия, а сегодня уже можно снять эту напряженность, этот вопрос, потому что, например, отец Иоанн Кронштадтский, повторяю, он не любил Толстого, но терпеть не мог вообще, если честно, и если бы от него зависел, то Толстой бы умер, еще в юности, вернее, в молодости, не дожив до Яснополянского бегства, но это была неволя, так сказать, неволя отца Иоанна, и получается, что мы должны? Мы должны изучать Толстого или нет? Должны. А почему? Да потому что одна из сияющих вершин мировой литературы, это достояние России, наша гордость, независимо от того, что Толстой в конце, значит, повредился в вере и уме, стал врагом церкви и подпал под анафему, справедливую анафему, к сожалению. И мы должны поминать молитвенно, чтить от Свояна Кронштадтского и должны изучать «Войну и мир» и «Анну Каренину». Наша двоякая такая обязанность. Мы ошибемся, если скажем, Толстого буду читать, Иоанна Кронштадтского тогда я тебя не люблю, потому что он его не улюбил. Это грубейшая ошибка. Или я бы скажу, буду любить Иоанна Кронштадтского, а Толстого ненавижу вместе с ним. Осторожней. Толстой, как писатель, достоин внимания. Так же Розанов. Слушайте, мало ли кого при жизни не любили. Если мы подсчитали бы число епископов, которые ненавидели Иоанна Златоуста, мы бы ужаснулись. Там были сотни епископов. И расхожей была такая фраза патриарха Александрийского Феофила. Он говорил, потом эта фраза перешла к Кириллу, его племяннику. Он говорил, что если Златоуст епископ, тогда Иуда тоже апостол. Эту фразу, как пословицу, произносили при жизни Златоуста и вскоре после его смерти. Изгнаннической. То есть его ненавидели лютой ненавистью православной архиереей на Востоке. Всего Востока почти. И столичного города. А потом, как бы, большое видеть на расстоянии, история отдалила людей несколько от Златоуста, а и перед ними выросла гора под именем Иоанн Златоуст. О, Боже, что же мы делали? Мы гнали святого человека. Что мы делали вообще? Кто, как, как, поэтому при жизни можно ошибиться, при жизни можно не распознать таланта, гения, способности, там, а потом уже сверху слушаешь, а, вот оно что. Поэтому будем выражать такую робкую надежду смиренную на то, что батюшка Иоанн, стоящий пред престолом Божиим, значит, уже не имеет другие мысли о душе Василия Розанова, который, кости которого погребены в гефсиманском скиту Трои Церкви Вилавры. Одна из дочерей его была монахиней, скончался он от голода после революции и проклял ее, как умел проклясть только он за ее тупое, такое, такое хамское безбожие. Вот. И умер он все-таки с верой, причастившись. Поэтому, может быть, вот там уже это снимаем, вообще там все снимается, там все по-другому. Ну, да. Вот большой вопрос. Тут, дай Бог, успеть. Значит, у апостола Павла, там цитируется первое послание к Коринфянам, очень такое, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, притом такое блудодеяние, какого не было даже у язычников, что некто вместо жены своей имеет жену отца своего, он, то есть мачеху, я понимаю, да, и вы возгорделись вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, присутствие у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании на вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, вообще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане воизмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться и так далее. Значит, и вот женщина пишет, а можно ли так поступать другим страстям и грехам, не только блудодеянии, например, там, скажем, к алкоголизму, например, да, или к другому какому-то греху. Значит, в целом можно, но это исключительные случаи. Например, если вы помните, Анания и Сапфира были убиты Духом Святым по слову апостола Петра за то, что они не украли ничего, нет, но они с хитрецой пожертвовали. Когда все отдавали все, они чуть-чуть себя отделили, а остальное... То есть с точки зрения вообще мирской они ничего страшного не сделали. У нас сегодня дух сребролюбия, дух наживы, дух обмана, мошенничества настолько распространен, что на фоне этих людей всех, которые живут и благоденствуют, и никто не убивает их, никто не апостол Петр, не благой утешитель. Анания и Сапфира пали мертвыми, как бы вот... Значит, мы имеем дело с исключительной строгостью Господа в определенные моменты времени. В апостольский период церкви, надо понимать, что здесь сам Павел, это живой мертвец, он весь заклался за Господа еще при жизни, и он болеет о коринфинах, он требует от них жесткости, он сам жесток, он требует от них жесткости. То есть можно, можно. Он дальше, собственно, там ответ у него и есть дальше. Он пишет, я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Да, то есть общаясь с блудниками, там теми же лихаимцами, хищниками, значит, должен разделять это кто. Если он чужой для церкви, он как бы не... Значит, ты можешь с ним общаться по каким-то там житейским делам, а если это христианин, то, да, нет, его нужно извергать. Но я писал, он мне общаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, и так далее, он там перечисляет. Это требование церковной чистоты, которое требует, в общем-то, осторожного действия, потому что надо выгнать всех. Если стать на стражу сказанного слова и позвать Павла на помощь, брать метлу и гнать всех вон, всех причем, вообще, прямо начиная с алтарей, как бы это заканчивая притвором, как бы всех выгонять, потому что на каждом найдется что-нибудь. Будет ли это хорошо? Не знаю. Может быть, да. Может быть, а может быть, нет. Потому что история, она будет разной причиной. Вот, например, может быть, жестокие гонения, те же большевистские, например, на нашу русскую церковь, они были компенсацией за то, что церковь не самоощущалась в течение предшествующих столетий. И в ней она позволяла существовать, значит, каким-то маленькому числу праведников наряду с большим числом там сребролюбцев, гордецов там, вполне мирских людей, которые от имени церкви там управляли этим всем. И вот это накопился гнойник, потом прорвался через гонение. Может быть, так. Это такой вариант понимания истории. А может быть, мы сейчас включим, как бы, режим строгости, у нас никого не останется. Потому что современные люди это такие серьезные калеки. И они как бы ползут в эту церковь бедную и доползают через свои грехи, доползают с покаянием. Как бы на них видны, как на овцах, спасенных из зубов волка, следы, как бы, этих волчьих зубов. У них все, все тело в шрамах. Один там пять раз женился, второй во всех сектах побывал. Четвертый спиритизмом занимался, пятый там вор, четвертый блудник, не знаю, не знаю. Это, короче, и сейчас мы всех их повыгоняем. Тут все-таки надо, надо подумать, а что Христос скажет. Потому что Христос называет церковью тех, кого Он упрекает. Например, в церкви Апокалипсиса Он их ругает, прям ругает, угрожает им. Говорит, приду, сдвину светильник, твой, если не покаешься, но это церкви. Позволяй жене Изавели там блудодействовать, вводить в соблазн со мной в рабов моих. Но это церкви. Понимаете, они церквями от этого быть не перестают. Так что это вопрос более серьезный, чем я могу, например, взять на себя ответственность, полную ответственность за точное исполнение сказанного, что только так и не иначе. Все-таки, например, представьте себе, была эпоха гонений. Впервые у церкви массово возникали такие проблемы, когда были эпохи гонений, например, гонения Домициана, одной из самых лукавых и тяжелых, когда целые епархии как бы обрушивались, когда люди массово отрекались. Это мы смотрим на историю церкви, на историю побед. Но там был не только великомученик Георгий, там было много изменников. Люди, которые перед страхом огня, расплавленного железа, да просто-напросто ссылки, например, лишения должности, они приносили жертвы бесам, почитали императора Богом, отказывались от христианских званий и уходили в стан язычников. Иногда это было очень массово. А потом, например, гонения, как началось, так и заканчиваются. И они начинают рвать носи волосы, плакать, говорят, Боже, какая же я сволочка, как же я оттрекся от моего Иисуса, как же я не смог, как же я, как же, как же, как же. Вот эти тысячи людей вдруг пришли в церковь, вот тогда у церкви впервые возник вопрос вообще, а как к этим относиться людям? И церковь разделилась тогда на две очень серьезные партии. Одна партия сказала, «Эти люди никогда больше не будут христианами». Однажды, изменивши Христу, отпадши там по страху там или по корысти, или там по малодушию, как хочешь, эти люди должны быть навсегда извергаемы. Ну так, в духе такой настоящей строгости. Как ты мог отречься от Иисуса Христа? Как? Вон отсюда навсегда. Одна партия. Вторая сказала, нет, нет. Петр тоже три раза отрекся. Надо дать им шанс. И та партия, которая была вот за эту позицию, за ней было будущее. Она сохранила церковь. А те строгие, как бы борцы там, они создавали свои расколы, донатистский раскол, раскол кафаров, и они не были правы. Потому что эти кающиеся потом возвращались, они там стояли в притворах, они лили слезы, они долго не могли причаститься, они умоляли отцов простить их, там, они проводили годы в покаянии, и из них потом были святые. А там уже все было по-другому. Поэтому с точки зрения формальной правды, да, сблудил, вон отсюда, какой же ты христианин, ты блудник, а не христианин. Пьяница, вон отсюда, какой же ты христианин, христианин ты пьяница. Там что-то еще, например, там сделал, как, да, мы тогда поехали дальше, три раза, три воскресенья подряд не был в храме, вон отсюда, какой же ты христианин, ты вообще не молишься. Ты уже три недели не причащался, как ты вообще живешь на свете? Ну так, так по-строгому. А там что-то еще там, что ты колбасы съел в пятницу, вон отсюда, какой же ты христианин, ты обжора, значит, ты как-то, ты нарушил великий пост, все, значит, и так далее, и тому подобное. Ну, что, с чем мы останемся? Надо подумать хорошо. То есть, поэтому, Павел пусть поможет нам, сам Павел пусть нам поможет, потому что в разных условиях к одному и тому же гангренозному очагу, какой-то опухоли духовной, нужно относиться по-своему. И когда два человека болеют одной и той же болезнью, их и лечат даже по-разному, потому что у одного, например, слабое здоровье, другого посильнее. Этого можно сильнее вздрючить, а тот, ну, не может, умрет от твоих пилюль. Короче, если бы так все было просто, чтобы церковь собиралась, вот это есть в протестантских общинах, но у них-то есть такая претензия, что, сказать, мы все святые. Не, у нас нет такой претензии. Церковь обращена к грешникам. Христос пришел в мир грешников спасти. Павел, тот же Павел пишет, великая беспрекословная тайна, значит, что пришел Христос в мир грешников спасти. От них же первый есть Я, он говорит о себе. А ранее, в четвертой главе, он же говорит, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Тогда каждому будет похвала от Бога. То есть, с одной стороны, он говорит, выгоняйте этого, и мы в духе скажем, о, я знаю еще пару блудников, давайте их погоним. Потом я читаю того же Павла, говорит, да не судите прежде времени, пока не придет Господь. Поэтому, все-таки нам вменяется осторожность. Именно для этого Писание говорит, и так, и так, чтобы мы понимали, кого выгнать, кого оставить, кому дать еще шанс, а у кого уже все шансы пройдены. Как бы здесь, цена ошибки очень велика. И лучше простить виноватого, чем наказать невиновного. Это такой есть термин в юриспруденции. Не дай Бог ошибешься. Это непростительная ошибка. Так что, в целом, можно снимать шкуру с грешника и выгонять их. Но, как бы эта строгость не обратилась во вред, как бы мы не потеряли последнюю паству, как бы мы не закрыли себе дверью в вечность, потому что, может быть, из этих-то грешников получатся лучшие христиане. Мы же не знаем будущего. А мы, как бы вот такие борцы с грехами, как бы, вдруг окажемся у закрытых дверей и скажем, Господи, отверзи нам, он скажет, не знаю вас. Это очень страшный вопрос. У меня нет исчерпывающего на него ответа, хотя вроде все ясно, но далеко не все ясно. Вся история церкви боролась с этим вопросом. Где грани между строгостью и прощением? Где можно миловать, а где миловать поздно? Вся история церкви заключена именно в этом проблеме. Анастасия пишет, что прочитала статью на сайте православном про Гарри Поттера, где объясняла, что книжка, в принципе, неплохая, ее даже не только можно, но и нужно читать. И была удивлена, потому что родители с самого детства говорили, что нельзя ее читать. В воскресной школе рассказывали, что нельзя читать. Как вы относитесь к этой книге? Уважаемая Анастасия, я к ней никак не отношусь. Я ее не читал и читать не буду. Как бы, видимо, к счастью, но может быть, может быть, не к счастью, просто это факт медицинский. Мои умственные интересы находятся за пределами области, которая освещается книгами о Гарри Поттере. Меня это никак не интересует. То есть я вряд ли возьму в руки этот материал или буду смотреть экранизацию. Поэтому, если вам это поможет, примите к сведению мой скромный опыт. Я этим не интересуюсь. Даже Толкиен, сам по себе вызывающий у меня очень большое уважение, это истовый христианин, молящийся человек с громадной эрудицией филологической. Даже его, этих властелинов колец, этих хоббитов и гоблинов, я не могу читать. Это вообще не моя литература. Даже его. А он вообще масштабней. Даже масштабней Льюиса Толкиен. Но это не мое. Да. Кто же на самом деле такой ближний? На жизненном пути встречаются разные люди, в том числе злые и безбожники. Если есть в понятии ближний, значит, есть и дальний. Иначе было бы, наверное, сказано, «Люби всех». Как вы считаете? Да, здесь есть двоякость. Во-первых, Христос говорит, что если человек не послушает церковь, пусть будет тебе как язычник и мытарь. То есть в духе еврейской традиции он подтверждает ее, что нужно церковь слушать. При двух или трех свидетелях станет вся глагол. Если ты церковь не слушаешь, то ты чужой. То есть чужой – это язычник и мытарь. То есть это враг твоей веры или предатель твоей веры. Язычник – это враг твоей веры, а мытарь – это предатель твоей веры. Корыстный предатель. То есть он вроде бы твой, но он снимает с вашей деньги как бы в свой карман и работает на врагов. Значит, изменники и предатели. Да? Значит, у Христа в устах тоже такие слова были. «Будет тебе так». Это дальние. Вот. А с точки зрения нуждающегося человека, если человек попадается… То есть для тебя должны быть свои по вере. Это ближние. И все остальные чужие, как бы, значит, до тех пор они чужие, пока они не попали в беду, а ты не оказался рядом. Вот тогда снимаются все противоречия. Если чужой попал в беду, и ты находишься рядом, и в силах ему помочь, это твой ближний. Забудь все. Забудь, что он язычник, забудь, что он мытарь. Вот теперь все забудь. Вот так надо решать в духе Евангелия эту дилемму. Далекие есть. Да, раз есть ближний, значит, есть и дальний. Совершенно правильно, очень логично. То есть для евреев всякий еврей – это ближний, всякий нееврей – это дальний. Христос как-то подтверждает даже нам эти слова, потому что говорит, да будет я как язычник и мытарь. Это самые далекие для евреев люди. И так будет всегда в жизни, потому что в жизни есть некие границы, которые нельзя терять, берегать, нельзя терять. Для нас, например, человек, принадлежащий к кафолической церкви – это ближний мой. А, допустим, раскольник или еретик – это дальний. Иногда еще более дальний, чем, например, иудеи или мусульмане. Или какой-то там активный безбожник – это будет явный дальний. А сомневающийся агностик, например, это будет уже немножко ближний. Короче, здесь есть разные степени градации. Но если кто-нибудь из них, неважно, кто попадает в беду, я нахожусь рядом, он – мой ближний. Это тоже учение Евангелия. Я все забыл, и помогаешь человеку. И в это время Христос радуется на небесах, что мы поняли все, что он сказал. Если я дома искренне сокрушаюсь при вечернем правиле о содеянных грехах и слезно молюсь и раскаиваю, нужно ли на исповеди в храме опять рассказывать об этих прегрешениях? Это будет, наверное, крайний сегодня вопрос. Ирина говорит. «Видите ли, Ирина, у вас есть некое чувство души, и это чувство может вам со всей убежденностью говорить, что ты прощена». Допустим, да, ты молишься, тебе тяжело, у тебя там, ты спутан как бы разными там сложностями, но ты начинаешь молиться, и вдруг чувствуешь, что эти путы слезли с тебя. Человек обязан вообще чувствовать, его простили или не простили. Поэтому, если вы почувствовали, что вы прощены, значит, зачем еще раз об этом говорить? Да? А если прощение грехов дается только на исповеди, а в молитве не дается прощение грехов, тогда зачем об этом молиться? Понимаете? Сам факт того, что существует моя личная молитва о моих грехах, говорит мне о том, что я могу получить прощение через личную молитву тоже. Иначе, если бы грехи прощались только на исповеди, а молитва была бы в этом отношении бессильна, у нас бы не было ни одной молитвы о прощении грехов. На исповеди, будьте счастливы, как бы там вам простят. А здесь нет. Но нет такого. У нас же есть вот это исповедание грехов, там и все перечисления, там и помилуй меня Божий и так далее, и так далее. Зачем оно? Для прощения грехов. У Златоуста есть такая фраза «Сделай твою молитву таинством». А Кронштадтский, о котором мы поминали сегодня, это Иоанн, он вообще перед службой мог стоять на колени и стоять очень долго перед престолом. Минуту 5, 10, 15 не начинать службу. До тех пор, пока не почувствовал, что Бог простил его и допускает его до службы. Он очень остро переживал свои грехи. У него тоже были грехи, как у человека. Но вот он молился Богу очень горячо, чтобы его простил Господь. И когда чувствовал, что все, можно служить, Бог простил, он поднимался и служил, как в огне стоял. То есть можно человеку почувствовать, простил ты меня, Господи, или не простил. И в душе чувствуешь утешение. Простил. Допустим, да? Говорит, нет, нет, нет. Там такой бардак, это там ничего не понятно. Нет, наверное, еще мало. Так что вы молитесь и знайте, что ваши личные молитвы тоже являются путем к примирению с Господом и прощению. Иначе бы их просто не было. Иначе они были бы не нужны. Да не будет такого. Молитва очень нужна. Молитва веры, молитва покаяния. Ну что, друзья мои, до свидания на сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова